Приходится часто сталкиваться с таким типом людей, которые по своему интеллектуальному устройству. Как правило, люди, которые достаточно много знают и видели академики, профессора, никто из них, как правило, кроме особо отдельных исключительных случаев, не отрицает Бога. И понимает, многое и очень скромно относится к своим познаниям. Но люди, скажем так, среднего, начинающие тоже не отрицают, но есть люди среднего звена, которые усвоили некую теорию, начитавшись и забив мозги разными концепциями. Им очень трудно оттуда вылезти, потому что мысль уже течет неким хитроубным путем, они уже не видят прямого видения, нет той мудрости, которую уже познавших. Нет той мудрости, которой еще не засорили себе мозги ничем, а у них вот эта вот запутанность. Вот как вы считаете? Как правило, кстати, таких людей много, кстати, философов. Я как председатель одной секции, российской философской общества, это хорошо знаю. Своих коллег, они сами об этом тоже говорят. Ну и некоторых других тоже дисциплин. Как избавиться, как вы считаете, от вот этой некой болезни, запутанности мысли у людей, которые еще в среднем этапе находятся? Ну, вы вопрос такой задали, который действительно он весьма частый и среди людей образованных, да и разных уровней. Я опять приведу, может, я не один раз привожу пример из своей практики. Еще будучи на исповеди, вот так, в лавре, ко мне однажды приводит одного человека, довольно пожилой, уже шестой, десятый где-то, ну, около пятьдесяток где-то, да. Говорит, батюшка, поговорите с ним, да, человек образованный, ученый, да, где-то в партии он, да, ну, вот он добрый, вот, ну, что-то у него, ну, никак он, да, вот, не раскачается ли, что ли, ну, я думаю, ну, что ж, говорю, ну, давайте, ну, что могу. Ну, так, ну, подвели, подходит он, я его спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, вот как вы считаете, Бог есть или нет? Вот как мы говорим здесь первый важный вопрос. Вот так, но человек добросовестный, я сразу отмечу, да, вот что важно, вот очень важно при социальной работе смотреть, вот любой человек, встречается, добросовестность, он может быть далекий от веры. Какое-то иноверие, но есть добросовестность, настолько это важное качество, Бог на него так ценит это. И опять отвлекусь, скажу пример, в Патерике, описывается там случай, рынок, представьте себе, где-то там на Востоке или в Египте, да, и там, значит, продают животных, и вот стоит один мальчик, язычник, и, значит, ослика какого-то он там продает, что к нему подходит, а здесь спрашивает, ну, что вот ты? Он ему начинает рассказывать, то это ослика, у него такая-то болезнь, вот это у него там что-то, то хромал, то ли еще что-то такое, все ему рассказывает, да, все рассказал, все, да. Ну, тот все это учел хозяин, да. А другой, не язычник, а какой-то может верующий, он так начинает расхваливать своего слова, он у него никуда и шли, подохнет там. Скажите, этот язычник, а смотрите, какой добрейший, он к Богу как близок, еще несколько каких-то, сказать, моментов, и он стал уже такая духовная высота, добросовестный, где бы то ни было, поступай по добру, по совести, все Господь себя примет. Только вот я про этого человека, вот его, как вы считаете, Бог-то есть или нет? Он говорит, так вот, батюшка, вы знаете, говорит, вот откровенно сказать, вот не могу, говорит, я вот точно сказать, вот не знаю, есть или нет, но вот святой Николай точно есть. Где-то у него было в жизни что-то такое, да, что он не может этому противоречить. Я говорю, ну, слушай, дорогой, ну, знаешь, святой Николай, это и есть Бог, наверное. Ах, значит, ученый начал уже рассуждать по ученому. Нет, говорит, батюшка, я скажу точнее, ну, скажи, вот все-таки что-то есть. Да, я говорю, дорогой, что ж ты такое сказанул, ты даже, наверное, не представляешь, ты же меня убил. Как ты так убил? Я говорю, ну, натурально, убил он. Ну, как так убил, не понимаю, почему убил? Вот я объясню, почему. Я решил, что ничего нет. Что хочу, то и ворочу. Вот принцип мой. Все, моя свобода, я вот так. И ты пришел, мне говори, что что-то есть. Что теперь мне делать? Ну, да не беспокой. Что значит не беспокой. Ты можешь, а мне-то как теперь, я решил, что мне делать? Постой, постой, я говорю. Еще один вопросик. А это что-то, как ты вот считаешь, оно живое или мертвое? Если сказать мертвое, то ничего нет. Он сказал, что-то есть. Думал, думал, говорит, нет, батюшка, что-то это живое. Ну, дорогой мой, ты меня окончательно добил. Значит, оно ведь, если живое, то видит, слышит, думает. Так ведь должно быть? Ну, да. Ну, слушай, сам посуди. Значит, ты меня убил? Убил? Да не беспоко... Опять уже до конца не договорил. Как не беспокоиться? Вот так вот поговорили, поговорили. Еще там подобное, да. Где-то месяца через полтора сам приезжает, подходит и заявляет. Батюшка, ты меня убил, говорит. Как убил? Ты меня убил. Нет, ты меня убил. Как так? Все, говорит, я теперь не могу. Я теперь вот помыслил вот это вот. Понял, увидел, что Бог-то есть. А я столько времени занимался наукой, потратил, а я же ничего не приобрел. Я говорю, бросил все равно, я не могу больше работать. И в артийный билет свой сдал, все, я больше не могу. Ну, я кратенько, так сказать, проходит еще какое-то время, сколько-то лет прошло, он стал батюшкой священником. Вот видите, как... Отчего? Когда же человек вот доживает, вот возраст идет, а простые какие-то детские вопросы, он их просто не решает. Все некогда. Или кто-то услышал, кстати, сказать вот это, вселенная конечна или бесконечна. Да кто-то, знаешь, где-то тут даже ученые, я спрашиваю, они бесконечно. А кто сказал? Кто вам сказал? Чуть задумались. Кто же сказал? А? Кто-то сказал? Ленин, говорит. Ленин, что, Господи? Ну, сами за смею. Ленин, где-то там летает. Наука. Наука. Ну, слушайте, наука может ли такие вещи, которые бесконечно, значит, непостижимы? Как может наука туда соваться-то? Если ты говоришь, что она бесконечна. Услышь, отвечай за свои слова. Откуда взяли-то это слово? Видите ли, с детства идет человек в школу. Итак, математика и рациональное число. Но если будем делить, 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 что? Какой знак ставится, называется? Бесконечно. А мы же говорим, вселенная, конечно. Руки Божьей, концы. А она бесконечна. Значит, неправильно. Значит, надо-то сказать, делить, делить, делить. Куда придет? В руку Божию. Значит, надо о Боге говорить. А этого нельзя. То есть, бесконечно. Отсюда с детства заложено. И приходит же взрослый, говорит, бесконечно. Да кто-то сказал, какая-то наука. Где это? Принесите это, где наука доказала. Эти вещи абсурдные, которые совершенно... Просто человек говорит, наука не может то, что непостижимо, называть такими словами. Отсюда и берет вот это недомыслие. А недомыслие часто бывает. Или человеку влетается излишней суетой. Многопопечительностью. Вот этими вещами. И вот важный вопрос в нашей жизни. Кто такой человек? Разум. Да. Вещи духовные. Вы возьмите дивные чудеса, сколько совершается в истории. Их просто исчислить невозможно. Невозможно. А есть такие чудеса, которые по сей время сам Господь засвидетельствовал. Да. Вот смотрите. В Евангелии пришли эти законники, говорят. Покажи нам знамение. Вот покажешь, мы уверуем. Да. А Господь, видите, что болтуны. Говорит-то языком говорят, а сами лукавые. У них не то. Там на душу он говорит. Ах, говорит. Род лукавый прелюбоден и знамение ищет. Ищет. Да. Выражает. Дайте. И говорит, знамение ему не дастся. Кроме одного. Слышите? Значит, это одно знамение будет всегда перед глазами всех людей. Что это такое? Назовите. Где это знамение? Да вот уже две тысячи лет у гроба Господня, огонечек благодатный, в субботу сходят. Ах, не знаем. Ах, нет. Кроме, говорит, знамение Ионы Пророка. Как Ионы был в очреве кита три дня и три ночи, так подобает Сыну Человечку быть в сердце земли три дня и три ночи. Это о чем? Знамение Воскресения. Это и есть знамение. Воскресение. Да. Да. Бывает многие. И почему говорит? Проповедано будет Евангелие сие, царствие во всех народах. И тогда конец. Странно. Кажется, аллогизм. Проповедано. И вдруг тогда конец. А вот видишь, да. Идет по улице полуголая. Крестик. Да, благословение. Но тут не знаю, что ли, привидение, куда бежать. Ну, ладно. А ты о благодатном огонечке слышишь? Слышал, да. А почему в такой виде хочешь? Не знаю. Как будто это фрукт лукавый знамение ищет. Вот тебе знамение, а бесполезно. Конечно, будет тогда конец. И проповедано будет. Да. А соблюдать-то надо. Но конец какой, как говорится. Господь говорит, сожди, жду церковь моего рода, а двое ее не одолеют. Что бы там ни было, конец будет тогда, когда исполнится полное число избранных. По слову Божию. Вот тогда уже завершается. А с одними сорняками, ну что делать? Не будет. И человек сам, по примеру, ну что ты, от тебя одни сорняки, что ты их будешь поливать? Потом и сами сорняки будут недоволен друг другу уничтожать. Значит, получается безумие. Ну, вот приблизительно этот вот ваш вопрос. Пример такой. Человек, я говорю, ученый, занимающийся. А вот просто немного вот сказать, вот недавно как-то так чуть помыслил, посерьезнее. И вдруг уже почувствует. Бог-то ведь есть. И несложный, кажется, это вопрос-то. Вот. Несложный. А почему несложный? Нет сложности. А потому что, если Бог есть, то естественно и логически Бог, как Творец, творит человека или ангела уже с такой способностью и расположенностью, что он может познавать, что Бог есть, и может любить Его. Потому до нас заповедь. А потому что ты можешь, тебе в природу Бог это дал. А можно сказать, там, коту там или какой-нибудь там лошади возлюбить. Это животное. Это животное водится природой, она добра по природе, как Господь. А сказать ей заповедь, у нее нету разума и вот это, а у человека у всех есть совесть, потому что все будут судимы. Поэтому внимательно смотреть вот за своей совестью. Так. Если Бог есть, значит, надо одно исполнять, что Он говорит. Или, может, не надо? Надо. Ну, видите, все надо, конечно. А может, это тяжело очень? Тяжело. Нет, друзья, вы это почитайте, Господь говорит, игорь мое благо, бремя мое легко. И каждый скажет, кто исполняет, как только исполнен, на душе пасха радует. Ну, вот видите, согласие, только чуть-чуть. Опять требуется одно что? Чтобы мы упражнялись в Слове Божьем. Не свои слова, вот как-то скорее вот мы говорили, а Божие слова, Божие слова. Говорит, зачем на человека Бог никогда не лагает бремена тяжелые и неудобоносимые? Все легко, все просто. И даже от рады еще легче даже становится. И от рады. Ну, вот социальная наша работа. И вот эта нравственность и духовность. Ну, куда мы ее оторвем от Бога? От Бога и от совести своей. Бог, как Творец, и дал нам совесть. Есть. Она есть. Да. Но что мы будем? Ну, согрешили люди. Да. Смотрите, сколько разных народов, сколько разных государств. И везде какие-то разные свои социальные особенности законов. Там уровень повыше, у другого пониже. Там этот оттенок, там этот оттенок. Но как угодно, а вот никуда не денешься. Эти социальные законы вынуждены дать место для пшенички, для хороших, добрых овощей. Да и для сорнячков, которые могут стать пшеничкой. Это уже самим, как говорят, отъявленным сорнякам невыгодно иметь. Иначе самим погибли. Как вы говорите, придется неизбежно. Потому что не будет ни дождя, ни солнышка. Потому что Бог сияет на злые благие, когда есть благие и праведные. Вместе, говорят. Но отделить, если только оставить, этого не может быть. Смысла в этом нет. Ну вот, кратенько уж бы так. Нужно еще такой вопрос. Кстати, хочу сказать, что многие из той категории участников первых форумов на сегодняшний день, это доктора наук у нас есть, доценты, которые совершенно другие люди на сегодняшний день, чем когда они вначале приезжали. Я помню, что сидели, задавали скептические вопросы, потом начали думать. И как начали думать эти свиндит, они действительно поменяются очень сильно. У меня такой вопрос. Сегодня очень... Вот у нас сидят молодые люди. Я сам был молодым человеком, знаю, насколько может влиять плотное давление информационное. Это компенсирует семья. Потому что у меня мама учила делать то и не делать то-то и так далее. Но сегодня давление больше, чем раньше. Как вы считаете, как вот в условиях СМИ, телевидения, компьютерных игр, социальных сетей и прочее, когда каждая секунда времени разделена уже и занята кем-то другим, но не самим человеком и не Богом, чаще всего, молодого человека. И вот на эти тысячи голосов, интересов, образов мигающих и так далее, где найти силы молодому человеку и мотивацию для того, чтобы преодолеть этот хаос, этот информационный ад, ад я глупо последствиями имею в виду, хотя может и касаться увлекательного начала. Как преодолеть это все и дойти до цели, до какого-то совершенства более-менее? Ну, отвечать на этот вопрос, он уже, как сказать, в общем-то, в той или иной мере представляет свою проблему из древнейших времен. И если говорить вот это такое массовое, там, сказать, информационное такое давление, то по-настоящему сказать, Бог, верен Бог, говорит Слово Божие, и же не попустит человеку, искуситесь, паче, ежи он может понести, но соискушением даст избытие. И поэтому, когда начинают очень жаловаться на то или иное искушение, то этим самым человек сам себя просто обличает и обвиняет, потому что сказано, верен Бог, что не попустит, а если это случается, то поищи причину в самом себе. Потому что многие слышат и знают прекрасно, что, например, наркотики – это смерть, это страшная трагедия. И продолжают его никто. Ладно, там кто-то соблазняет, но соблазны были вон еще от Адама и Евы. Но соблазны есть противособлазны. Что это? Закон Божий, опять Слово Божие. Если ты ревность не исполняешь, не будет в тебе никакой информации, у тебя будет внутри, в душе бесовская информация, и вражные помыслы – это та же самая, что и, как говорится, средства массовой информации, там то же самое. Если человек знает и видит и слышит многократно, что сидячий, какой-то неподвижный образ жизни, сидит постоянно перед компьютером, и уже становится зависимый, как говорят, живет в виртуальном мире, это тоже не новая картина. Когда и не было этих компьютеров, а мы видели немало людей бесноватых, которые увлекаются помыслами, скверными, нечистыми. Из-за этого бывают беснования, болезни различные. То есть, опять же, не слушает, не хочет, чтобы в сердце человека было Слово Божие, живое, действенное, врачующее. А Господь стоит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к ним, буду вечерять с ним, и то и со мною». А тут что мы видим? Господь стучит. Он что, перестал стучать? Нет, это ложь, никогда не будет. Мы не можем, Боге, стучить, да еще сильнее. А ему отвечают, «Нет, Господи, подожди, у меня там компьютер, у меня там еще что-то такое. Потом, потом». Что за этим последует? Будем винить вот эти разные, там, сказать, средства массовой информации или что-то такое, да? Нет уж. Держи-ка ты себя, как полагается, в руках. А к тому же много средств массовой информации, которые, знаете, раньше было даже при мне, знаете, быть, иметь книжку одну где-то в доме, как что-то о Слове Божьем, ее не найдешь нигде. Я сейчас масса всего. А почему-то какой-то особый интерес, помыслить нету, да. Что-то есть, вот Святой Николай это есть, а это нет, и все, не хочешь дальше думать. Что, да у меня-то моя наука, некогда разобраться. Простой вывод сделать. И опять получается, нет, сам человек виноват. И Слово Божие говорит, помните, апокалипсис, о Филадельфийской церкви, говорит, за то, что ты сохранил Слово терпения моего, слышите, терпение, исполняется Закон Божий терпеливо, Слово терпения моего, за то, и я сохраню тебя отгоди на искушение, которое найдет на всю вселенную. Для чего? Чтобы испытать живущих на земле. Испытать. Все. Господи, 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 я вдруг услышу, отойдите, я вас не знаю. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. Видите? Тут еще одно дело, Господи, Господи, до этого еще мало. Надо Закон на самом деле исполнять. Что меня зовете, Господи, Господи, не творите, я же глаголь. Значит, это надо в обязательном порядке. А в это время, значит, с одной стороны, ладно, там средства массовой информации, ладно, так. Но с другой стороны, опять мы должны сказать, учесть, ну все как и раньше это учитывалось, да. Одно дело, когда человек воспитывается, вот там, пример, в Потереках, там две девицы, одна воспитывалась, взяла на воспитание какая-то блудница. И у нее порочная жизнь была, потому что она ее, а другая, жила в благочестивой какой семье, она была добра, хорошо воспитана, да. И что-то такое у нее, какие-то там были небольшие там поврешности, что-то такое. И вдруг на суде оказывается, вот это вот порочное, более оправданно. Почему? Потому что у нее было столько соблазнов. Если поменять было бы местами, то получилось бы очень тяжко, это совсем бы погибло, которая воспитывалась, она не выдержала. Значит, все зависит, если человек даже в тяжелой обстановке, Бог уже может учитывать, что эту обстановку, может много случилось, не по его собственному произволению, а по какому-то насилию, да. И это учитывается. Но все-таки каждый должен сам себя, свою совесть и жизнь хранить. Не будет этого. И никаким, значит, в оправдание не приведешь, куда мне было деваться. Вот там была такая социальная, или, как сказать, это, ну, сказать, средство массовой информации. Ну, есть люди, которые вовремя выключают, что нужно, послушают, что нет, так. Да, ну, дети не смогут, но в возраст приходит, должен уже соображать, Бог есть, исполняет. Ах, вот мне мешают. Но всегда были бесы, которые в невидимые враги, всегда, всегда, во всякий момент, каждому из нас мешают. В чем-то, чтобы мы что-то сделали худое, разжигают какие-то пороки, грехи и страсти, да. Можно и не было раньше средств массовой информации. А сколько людей погибало? Много званых, мало избранных во все времена. Но когда люди больше развращаются, развращаются, да. Поэтому уж как-то особенно, прямо, значит, винить вот средства массовой информации, мы видим, судим по Слову Божию, вот, что Господь пропускает прийти этим испытанием на всю Вселенную. То есть, не одно какое-то, а на общее, сказать, потому что уже, как говорится, или сорняков становится много, чтобы было кому-то, может, в иных, когда и сорнякам туговато приходится, им это дело промыслы Божия, да. Но мы должны все претерпевать. А потом ведь еще у древних отцов сказано, что в одни, последние, да, будут такие подвижники и такие столпы, как о которых, говорит, мы, которые со всеми чудесами, святой жизнью, являемся только подсвечником и свечой, а само пламя, это христиане последних дней этого века, которые претерпевают вот эти искушения и соблазны благоразумны. Смотрите, как сказано. Поэтому никогда мы не можем промысл Божий или волю Божию, Бога, а в чем-то обвинить или укорить. Надо смотреть на себя и претерпевать. Претерпевый до конца спасен будет. Разбойник, посмотрите, благоразумный, сколько натворил, а за какой-то момент раскаялся. Да, все у него пришло на сознание, что он наделал, видно, где-то в глубине, он все-таки размышлял, что-то было, и один из первых в рай вошел. Смотрите, покаяние, какое важное, великое дело. И потом мы, сказать, ну что, как священнослужители все наши братья могут видеть, сколько людей сейчас приходит и все вопят, да, ой, уже надоело, до такой степени, ведь ясно видно, такое безобразие, то, то, слушай, не видал бы ты этого безобразия, сам бы был бы безобразен, а то он нагляделся, наслушался, уже как надоело, прям, грубо говоря, как блевотина, и уже начинает исправляться, да, ну что мы сделаем, это не мы, Господь может, только все делать благородово, а без него мы все равно, хоть бы этого не было, ничего, а мы без Бога все равно, ничего доброго, великого не смогли бы сделать, только с Божьей помощью. Можно задать вопрос один, который волнует, по-моему, сейчас людей всего мира, чем дальше вот живут люди, вот современно, смотрите, 20 век, сколько было революций, и сколько войн, да каких войн, таких войн за все эпохи не было, в которых столько людей погибло, и сейчас вы посмотрите, все страны вооружаются, все, даже там, где голод какой-то, африканские страны, есть нечего, они покупают оружие, они вооружаются, они там, и всех волнует вопрос, к чему все это, куда все-таки человечество движется, какие цели, так сказать, оно хочет, каких целей хочет достигнуть, в чем здесь дело, где здесь, так сказать, пути Божьи, или это пути дьявольские, что здесь, так сказать, вот чем это все может кончиться, не случайно, все время говорят, что вот скоро конец мира, скоро конец света, скоро, так сказать, погибет апокалипсис, грядет апокалипсис, вы понимаете, действительно, когда люди начинают вдумываться, смотреть, что творится в мире, я уж не говорю о том, что падает нравственность, так сказать, действительно, во всем мире, вы смотрите, что творится везде, это уже, таинство брака, исчезает, гражданский брак, какой брак, это слово, его заменили, да, простите, уже заменили, уже лошадь называют браком, да, 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 и доходит до того, дайте венчать, тогда возникает вопрос, куда же мы идем, это два пола уже, что это, так сказать, испытание Божье, Бог опять решил, так сказать, испытать человечество, или все-таки это идет, действительно, к тому, что человечество, уничтожит само себя, раз и навсегда, или, так сказать, есть какой-то в этом, действительно, Божий промышленник, так сказать, Константин Михайлович, Константин Михайлович, вот вы задали этот вопрос, такой, который, по сути дела, вот в последнее время, очень-очень внимательно, и, так сказать, углубленно, многие, и мы размышляем, и на него есть довольно, сказать, можно сказать, убедительный ответ, и мы его находим опять, в Слове Божие, вот, пусть это немножечко, времечко, как-то займет, но я все-таки постараюсь, вот то, что вы, ваши слова там упомянули, сказать, вы упомянули апокалипсис, да, обратите внимание, в апокалипсисе вот сказаны такие слова, «И шестой ангел вострубил, и услышал я голос от жертвенника, стоящего перед Богом, который говорил, освободи четырех ангелов, связанных у великой реки Ефратия, приготовленных на час и день и месяц и год, чтобы умертвить третью часть людей». Вы слышите, кому сказано? «Ангелы». Я подумал, почему они связаны, за что? Так, и почему они должны были умертвить третью часть людей? И дальше идет, Иоанн Богослов говорит, «Число конного войска дветьми тем». И я слышал это число. То есть дветьми тем, два миллиона – это условное, настоящее число, но нам ничего не говорит, и апостолу это было, да? «Кони». Значит, голову у коней, или там как у львов, и наподобие там что, из которых идет огонь, дым и серо. Вот тут был недавно один генерал, и я его спрашиваю, на конюшни зашли, я показываю на коне, скажи, пожалуйста, как вы считаете, вот у нас, видите, лошадки, да? А где ж такие конюшни, в которых выращивают такие кони, у которых огонь, дым и серо? Где такие конюшни? Вы можете мне сказать? Где их разводят, такие породы? Раньше вот тоже спрашивали, просто не мог ничего сказать. Ну, знаете, удивить, меня этот генерал поразил. Он первый ответил на вопрос, да? На вопрос. Да, никто не мог сразу сказать, ну, где эти конюшни такие? Это, говорят, военные заводы. Я говорю, а кони, говорю, где? Ты видали таких? Другой, я сам на них летаю, говорит. Все мы видим, и конюшни знаем, да? И кони видели, вот они летают, раньше этого не видели, а сейчас видим, и отсюда можем полагать. Опять не беремся толковать, но апокалипсис открывается нам, когда приходит время исполнения чего-то, тогда мы видим, кто скажет, что нет, что это за кони, не знает, и что это за конюшни такие, и кто их строит. Сказано, ангелам святым умертвит третью часть, значит, по-видимому, они руководят этими конюшнями строительства. Почему? А потому что назрел, как говорим, социальная необходимость, сорняки даже требуют, иначе им погибель может быть, да? Между собой все равно, да, начинают. А с другой стороны, промысл Божий, ну, надо распахать, чтобы там какое-то времечко, и что, говорит, видят, это третья часть, уничтожены люди. То есть, эти ангелы оказали, а почему они связанными были? Что такое за связан? Вот вы помните, даже говорили, пришли, говорит, господин, недоброе ли семя сеял на поле свое? Откуда плевелы? Говорит, враг, человек посеял их. Говорит, хочешь ли мы еще пойдем и сплевел? То есть, а он говорит, нет, то есть, он их связал. Нет, а иначе подергать. Так и эти ангелы, когда видят безобразие на земле, они рвутся, развязать. А он их связал, Господь, когда придет время, Бог лучше знает. Потому вот мы говорим, говорят, ну, мы видим это, мы не говорим, что толкователи, прям, мы не берем с ним такое дерзновение, но сам Господь говорит, говорит, Лукавый, говорит, лицо неба, можете знать, что будет завтра, а по себе не судите. Судите же, говорит, и по себе, если жизнь такая, значит, знайте, что будет завтра, что нас ожидает. Потому и все, многие, мы и полагаем, что видите, вот такая распутная жизнь, да, такое безобразие, воровство, значит, ну, что-то я мне говорил в такой мировой экономике, такие махинации, что, ну, говорит, это воровство. Ну, за это должно последовать какое-то, если не последует, то воры там, одолеют, там вообще закабалят, ну, что-то приходит предпринимать, ну, это промысл Божий делает, да, вот и мы говорим, ну, конюшни, кони, все, уедали, понятненько вроде, что-то такое становится, да, ну, отсюда, и мы можем опять, ну, опять что, говорим, да, третья часть, это умершвлены, а остальные не раскаялись, не в воровстве своем, да, не выдало поклонстве, ни в чему, ни в безобразии своем, ну, что ж, и потом, если говорить о том, что нам Слово Божие говорит, ну, сказать, о эсхатологических судьбах мира, нам уже, и сказать, из древних, даже времен, из Ветхого Завета у пророка Даниила, у других, скажем, кончина этого мира, она будет, но только Господь, как бы сказать, ну, совершает избранных, да, когда полное число войдет и промышляет об этом мире, да, вот, чем завершается эта кончина, вот, опять апокалипсис, говорит Слово Божие, и дано ему, то и дракону красному, сатане, вести войну со святыми и победить их, что это такое, о чем речь? Как растолковать? Надо опять закон Божий изучать, и Слово станет ясно. Слышите, что сказано? Да, но! Не сам вот захотел воевать и победить, а да, но! А кто ему дал? Ну, кто? Бог! Значит, получается, логически Бог ведет войну со святыми и побеждает. И здесь нет ничего аллогичного. Пример. Вспомните в Евангелии. Господь сидит перед Пилатом. Пилат говорит, мне ли не отвечаешь? Власть имею распять тебя, власть имею отпустить тебя. А что Господь говорит? Не имеешь власти надо мной ни единое. А еще не быть и дано свыше. А кто ему дал Пилату власть? Бог, Христос. Отсюда что следует? Значит, Христос сам себя предает на смерть. Так и? Значит, Он сам себя предает на смерть. Смерть. А что произошло? Смертью. Смерть по правопоем. Христос воскрес. Ну, что Пилат сделал? Ничего. Так и там. Как сказать, Бог ведет войну. То есть, в Его все рука. Но Он ведет войну со святыми. А кто такие святые? Это церковь. Церковь. А кто глава церкви? Христос. А члены церкви? Кто это? Сказано. Это те? Сказано. Елица во Христа крестистеса, во Христа облекостеса. А если вы Христа облеклись, то со Христом и воскреснем. Ну, где же там победа красного дракона? Вот. И потом сказано, победить их, не скажу, что они ему поклонятся. Предыдущие там были повестные тоже двух пророков, Илья и Енох. И зверь, выходящий из бездны, сказано, сразится с ними. То есть, войну поведет. И победит их, и умертвит. Тело. Вот на три дня с половиной, четыре дня с половиной, дух жизни от Бога вошел в них. И враги их ужасались, люди лютовали, и все. Так и здесь. Ну, победил. То есть, эти вот три с половиной года, это Господь собирает остатки избранных. И на этом остаются все одни сорняки, а сорняки уже, они негодны. Уже кончины это новое небо, новая земля. Сорняки, идите в свое место, а благословенные, праведники, идите в свое. Суд уже здесь на земле совершается. Там только отделение, когда Господь придет. А здесь совершается суд. Верующий в Сына Божий не судится, а неверующий уже осужден. Да, свет пришел в мир, а люди больше возлюбили тьму. Почему? И объясняет Иоанн Богослов. Потому что дела их были злые. Какие? Да вот эти естественные дела. Чти родителей, всем понятно, этого не хочет делать. Посети больного. Нет, мне поднять другого. Сделай тот и тот. А нет, я посижу, посмотрю телевизор. Или еще что такое. Вот эти дела. Да, злые. Надо бы работать. Нет. Он на ждевение родителей. Там еще что. Уклоняется от армии. Еще там что такое. И трудиться не может. А потом ему 40 лет, он ходит горбатым. Говорят, ты же слышишь уже слова. Батюшка говорит, как подумать только. Вот этого человека обижают. Ему уже 40 лет. Друзья, что вы говорите. 40 лет, это мужичище здоровенные. А вы уже старика. Чего? Да уж сидите за компьютером. А тот 9-летний мальчик пахал. Какой же он там горбатый будет? Он здоровый. Здоровый. У него и мышление будет здравое. И душа будет здравой. Он трудится. Кто не работает, тот не ест. Слово апостола Павла говорит. Апостолы трудились руками и проповедовали. Все вот эти вещи исполняют. Это уже, как говорит апокалипс, мы собираем. Мы можем только что. Прости, Константин. Мы можем только что. Вот. Что Господь Слово Божие говорит. Многие вещи можем недомыслить. Что-то, так сказать, не понять. Но и в то же время нельзя, что происходит по Слову Божию, что-то ужасаться. И Господь предупреждает. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо всему этому надлежит быть. Все. Когда увидите, что здесь избавляетесь, восклоните головы ваши. Ибо приблизилось избавление ваше. Всегда радуйтесь. Постоянно молитесь. Вот наш дух христианский. Потому что не поопустит Бог искусить себя человеку по чьей же мощности. Но уж трудись, насколько ты можешь. Вот. И поэтому дух какого-то уныния, то, что совершается, нет. Одно наше усилие и самое страшное оружие против всего этого. Это и есть молитва Господу Богу. И добрые дела. Самое главное. Вот остальное все в руках. Бог промышляет. И от каждого отдельного народа, и о всем мире, и о каждой душе человеческой отдельно. Все в руках Божьей. И малый грех одного человека влияет на судьбу всего мира. И поэтому помолиться можно. Как говорит Серафим Саровский. Спасайся. Сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Ох, оружие какое. Спасайтесь. И вокруг тысячи сразу будут. А спасаться закон Божий. Социальный закон. Мы призваны его исполнять. То, что он требует. Но, не сказать, есть какие-то меры. Чтобы сказать, отрекаться. Ну, что же за губость такая. Я могу исполнять, как апостол Павел. Он имел полный закон Божий. Однако, говорит, требую суда Кесарева. А Кесарь себя за Бога выдавал. Ну, что ж ты за Бога выдавал, там, иди, там, сумасшествуй, как хочешь. А ты исполняй социальный закон. А социальный закон требует, чтобы его там освободили. Он говорит, что требует суда закона Кесарева, социального. Значит, нужно так и социальный закон, что-то он предназначен. Какую-то положительную функцию исполнять в обществе, в людях. И эта рука Божия, промысл Божий устраивает так все в мире, что все-таки... Но переходят где-то какие-то границы. Приходится терпеть, потерпеть. И войны совершают. Но опять же, это вот война. Я хочу такую свободу. Дайте мне этому такую свободу, отсюда столкновение. А потом удостоверяется. Ну, ладно, давайте что-нибудь придумаем, общий какой-то такой, знаете, порядок. Но, насколько это можно, подержаться. Вот, но знаем. Наше жительство, говорит апостол, на небесах. Откуда мы ожидаем? Господа, который преобразит все тело человека и землю, все будет новое небо, новая земля. Вот кратенько вот так вот сказать я коснулся вот этих вопросов, которые многие переживают, приходят. Есть и другие вопросы, которые довольно как-то обострят. Но я бы сказал, что тоже коснут вот этого. ИНН, печать Антихриста. Это тоже своего рода. Вот сегодня как раз за трапезой читали. Переживает ИНН. Мы не говорим о том, чтобы наставить, чтобы его вводили, не вводили. Это дело, как говорится. Ну, каждый человек пусть там выбирает. Но, когда не разберешься вначале, ИНН, говорят, отменяет имя человека. А я спрашиваю, у вас вы крещены? Вас как назвали? Да, крещены. Как вас назвали при крещении? Так назвали Константин. Нет, ничего подобного. В смысле? Нет. А вас как назвали? А? Да нет же. А тебя как? Нельзя знать. Тух, ну смотрите. Вот отсюда и путаницы с ИННами. Должны знать. Вот сегодня-то читают, вы слышали, да? На мученичество привели его, спрашивают. Как имя твое? И что он отвечает? Христианин. Христианин, да, да. Вот в прикрещении само последнее, когда крестят, первое дается, христианин. Он же имя христианин. Он им отвечает, христианин. Чего имя? Я же отвечаю, христианин. Опять имя. Ах, тебе интересует, как меня родители назвали? Ну возьми, пожалуйста. А это имя христианин ИНН может отменить? Константин-то ладно, там отменили, ну другое возьмем. А христианин? Если ты сам не отречешься, никто тебя не отнимет. Да. А если уж ты отрекся, вот это и есть печать. Ты отрек, ты антихрист. Значит, отрекся от Христа, это антихрист. Ну, а значит, от печати. Вот это и есть печать. Ну скажите, вот будут, придут, печать ставят. Слушайте, а сколько миллиардов людей жили до антихриста? У них что, печати не было, что ли, этих? У этого там, у судомитов были печати антихриста или нет? У Каина там. Были или нет? Где, на лбу или где они были? В душе они антихристы были. Апостол Иоанн Богослов говорит. И ныне, говорит, антихрист имнози, когда Иоанн Богослов жил. Так, в словах, в Писании, говорит. Они что, имели печать? Ну, конечно же, имели. А где они были? Да внутрою антихриста. Вот его рассуждение о печати. Уж о чипах говорить нечего. Все это бывает. Ой, сейчас меня будут там записывать, будут тут-то-то спрашивать. А сколько у тебя в кармане чипов? Небось, два мобильника или три там у кого-то, да? Попробуй, а тыми. Будет против чипа выступать, а там есть прочипленный. И прослушивает, и про... Все там делает. Ну, слушайте, требуется рассуждение, да? Какое-то... Мы сразу не можем, вот как-то догадаться. Мы немощные люди. И Слово Божие как-то, ну, не сразу доходит. Отсюда смущение для нас нельзя. Вот что делается со смущением? Все это грех. Да. Я не к тому это говорю, что принимайте ННН. Нет. Что нужно, полезно, и зачем преневоливать человека? Это нет. Хочешь, не хочешь, там, пожалуйста, вопрос с паспортами. Апостол Павел тоже имел какие-то документы. Римское гражданство тоже был. Подпись какого-то кесаря. Он за Бога себя выдавал. А он документы носил. Эти вещи надо смотреть. Смотреть мы можем в социальном порядке, чтобы социальный закон тоже как-то держался. Каждому человеку благоразумно не преневоливал что-то такое, надо учитывать. Ну, а когда касается уж глубин, ну, нельзя так считать. Почему я упомянул апокалипсис? Когда был юбилей апокалипсиса на острове Подмос, меня пригласили на руководство, комитет этого юбилея, юбилейного. Я там участвовал в этом, так сказать, юбилейном торжестве с докладом соответствующим, как и другие участники. И там были вот поставлены вот эти основополагающие вопросы. Именно о конце мира, что действительно идет, мы приходим к исполнению апокалипсиса в конечном счете. И приводили пример такой. Раньше, особенно после Второй мировой войны, было много организаций. И здесь религиозные организации, церкви, особенно активно участвовали в миротворческой деятельности. Исходя из того, что действительно на горной проповеди говорится, что миротворцы назовутся сынами божьими. Сейчас идет такая подготовка к Третьей мировой войне. А некоторые говорят, она уже идет, эта война Третья мировая. И все молчат. Никаких миротворческих организаций. Какие угодно организации есть, миротворческих нет. И вот возникает вопрос. В чем дело? Действительно, чем это все может кончиться? Ведь это любого человека касается, и всего человечества. И в этом смысле вот эти проблемы, о которых вы прекрасно сейчас говорили, апокалипсис, и толкование ваше замечательно, я полностью согласен с этим, действительно, и интересное, и глубокое. Но все-таки, к чему же мы все-таки идем, действительно? Ведь это не просто. Это в каждого человека это мучает. В каждого. И чем дальше, тем больше, и тем серьезнее. Некоторые люди с ума сходят, так сказать, от этого. Это страшная вещь, когда идет вопрос о гибели всего человечества, а не только там какой-то части. Вот. И мы пришли к этому, и приходим к этому. Действительно, мораль, нравственность во всем мире падает. И как падает. И все остальное. Культура в кризисе. То, что экономика в кризисе и прочее, это еще второстепенное. А вот то, что в головах, в душах людей, в сердцах людей, вот здесь кризис какой, это совершенно страшная вещь. Вот это печаль. Вот это слова и печаль, об этом как раз и выражает все Слово Божие. Это печаль. Это трагедия. Да. Но трагедия эта ведь произошла. Не потому, что это Бог так устроил, а потому, что люди отступили от Бога, нарушили заповедь Божию. Нарушили, да. А то, что Господь, сосредственно, промышляет, эту жизнь попускает для того, чтобы люди удостоверились, что если будут жить вдалеке от закона, то вот эти бедствия, которые вы переживаете, мы все переживаем, да, и они неизбежны. Но попереживав их, мы будем Богу верны и благодарны. И будем стараться исполнять закон Божий, всеми силенки призвать Господа, Бога. Как хорошо, что он в этом выразился и выражался отец Иоанн Крестьянкин. У него книжечка, да. Вся самая главная наша задача – быть с Богом. С Богом. Остальное и нам Господь даст силенки и благоразумие, как в той или иной обстановке во времени правильно поступать. Правильно. И Господь будет содействовать, да. Но ведь есть вот в Ветхом Завете такие вот слова о промысле Божьей. И когда говорят – избиваши их, тогда благословляши Бога, да. Но говорят – бить уже не во что. Ну что делать? Вот так Слово Божие говорит. Ну и мы это сами чувствуем, да, и видим, да. И вы переживаете, и все переживают. И в то же время и мы же, и кто-то окружающий, остаемся какими. Вот это очень тяжелое, я бы сказал, его взять на сознание, так называемое, я скажу это слово, проклятое, теплохладность. Господь говорит, за то, что не холоден, не горяч, изблюю тебя из уст моих. Видите как. А вот это приходится нам, вот чем больше людей на земле, мы видим, это теплохладность по отношению, ну, к добрым вещам, по отношению к людям, по отношению к своей совести, к своим обязанностям, и простым, совсем гражданским, социальным, да, друг к другу. И вот это самая тяжелая вещь. Я сказал примерчик этого египетского мальчика, да. Вы знаете, я когда вспоминаю, я думаю, хоть бы увидел этого мальчика, какой же это, язычник такой, прямо, не знаю, добрейший. Посмотрите. Вот таковых вот мало становится, да, отсюда, ну, как раскачать? Я вот даже вспоминаю этот вот святейший доклад, да, и у него там такое с горечью, с такой, ну, переживаниями, как раскачать, да. И вот это часто видишь, и особенно это вот новое поколение, которое пришло раньше, я скажу, вы наверняка свидетель прошлой жизни, как тяжело это было, да. Потому что, если ты в былое время, если человек ушел с работы, через три, там, четыре дня приходит уполномоченный, ему говорит, чтобы несколько дней устроился, а нет, вот так. Да. А сейчас он будет годами не работать, или не считать, что ничего не понимает. Ему пришел сюда, даже монастырь, делает то-то, сделал по малкине. Ну, ты сделал? Ну, сделал, а чего? Ну, слушай, на работе бы тебя же выгнали бы сейчас, если ты так вел. Ну, а я пойду в другую, там, куда-то, да. И вот так вот, ни холодно, ни горячее. Вот это самое тяжелое. Ну, а за это надо расквитываться. Расквитываться, то есть наказание должно быть. А наказание, слово по-славянски, значит научение, наказать, то есть научить. Но приходится горьким опытом, и не только людям тепло-хладным, а даже всякому человеку нужно наказание. Кого люблю, того наказывает Господь. Беет всякого сына, его же приемли, да. Кто, они говорят, не бьет, если отец не наказывает, он ненадежный, так говорят, не сына, а прелюбодейчище, да. Вот, и поэтому и отцы святые говорят, придет тебе искушение, какое, поклонись ему в ножки, ибо таковыми Господь хочет тебя уврачевать, очистить и спасти. Вон как получает у нас. Поэтому опять в мыслях своей, кто может, кого дойдет слово Божие, Господу молиться прежде всего и заставлять себя, вот, избегать всякого тепло-хладности и равнодушия. Оно Богу не угодно, не угодно. Вот я могу-то нам на это сказать, вот тоже так сказать, мы переживаем. Да и все переживали, и во все былые времена точно всегда переживали. Это проблема греха, падения и болезнь греха, вот, и в душе, и в теле человека. Это наш вопль, и мы не можем от этого избавиться. Это не мы, и даже, как говорил апостол Павел, бедный я человек, добро, которое понимаю и хочу, не могу творить. Зло, которое ненавижу и понимаю, творю. Бедный я человек, кто избавит меня от этого? Только Христос Господь. Христос, а кто Он? Опять вопрос. В Адаме все умирают. Понимаете? Все. Это значит, что? Все, кто от Адама, пророки, величайший, Авраам, Моисей, Елисей, все другие, какие бы ни были столпы, хайбизмиху грехи всей вселенной взял. Но ты воскреснуть не можешь. Ты не имеешь силы. Значит, все напрасно. Никто не мог искупить грехи. Это мог сделать только Бог, воплотившийся, воплощение. Когда Он принял природу, Он приобщился Адаму. И в Адаме, как все, должен был умереть, пострадать, крест. А как Бог, Он мог воскреснуть. А нам остается теперь. Вот теперь один есть человек, который, как Бог, воскресший. И мы можем Ему приобщаться. Вот наша где радость и спасение. Приобщаться ко Христу. Молиться Господу Богу. А Он за всех пострадал. Господь всем человеком хочет спастись. И больше всех печется и болезнует. Как вот вы, мы и все страдаем. Мы не больше Христа Господа об этом страдаем. Он больше всех. И к Нему только можем мы и обращаться. И в Нем наше спасение. И воскресенье, мы должны совоскреснуть. Вот цель нашей жизни. Совоскреснуть. Человек, христианин, в гробу должен быть живым.